ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В каждой микроскопически малой единице объема есть и та, и другая жидкость. Ну, идеально смешивается, как, скажем, в спирте вода в водке. Так сказать, так. Все идеально перемешано. Ведь жидкости делятся на свой идеально смешивающий и свиньи смешивающий. Вот в спирте вода идеально перемешиваются, а вода и растительное масло, знаете, она в воду и гоноросистов. Ну, вот, значит, это электроводная вода. Далее, что считается? Предполагается, что нормальные электроны берут на себя терминоз тепла, но когда они движутся, они движутся с сопротивлением. А смешивающие электроны, они текут без сопротивления, без строения. Тогда вот эту систему смешивающих гуржидкостей можно условно представить в виде параллельной электрической схемы. Так, если бы у вас, ну, предположим, вот ток-ток, ток-ток, вошел до параллельной цепи, в одной ветке этой цепи параллельное сопротивление ноль, а в другой ветке цепи сопротивление отлично от нуля. Тогда, естественно, ток, который течет, пойдет по шунтирующей ветке с нулевым сопротивлением, не замечая, вот, что там существует нормальная, как говорится, то есть пока есть сверхпроводящие электроны, они берут на себя пропускание вот этого сверхпроводящего тока без сопротивления. Ну, конечно, за определенной величины неплотности тока. Если плотность тока слишком далека, то есть сверхпроводящий канал не справляется. Ну и вот теперь, учитывая, что ток переносится только в сверхпроводящие жидкости, попробуем записать плотность сверхпроводящего тока. Пишутся самые банальные формулы. Банальная формула такая. Плотность тока сверхпроводящего – это плотность частиц несущих ток на заряд, переносимый частицами круга, на дрейфовую скорость этих сверхпроводящих частиц. А сейчас вот это – плотность сверхпроводящих частиц, заряд сверхпроводящих частиц, дрейфовая скорость частиц. Направление и переносимого тока. Из квантовой механики известно, что скорость частицы при наличии вектора потенциала магнитного поля А и импульс связаны с следующим соотношением. Значит, обобщенный импульс в квантовой механике выражается так. Так, масса частицы на скорость плюс заряд частицы делить на скорость сверхпроводящего потенциала. Ну, такие формулы вам должен был писать на скринь, квантовой механике, когда рассказывал движение электронно-магнитной поля, значит, когда в голове Ландауна получается. Или Акулос, наверняка, писал, только там Е на Цель, значит. Так, значит, из этой формулы вытекает, что скорость частицы можем мы длиться на mP-1C на А. Вектор на А ставить. Ну, теперь запишем скорость сверхпроводящих частиц, значит, нам надо индексы навесить здесь скорость сверхпроводящих частиц единица на m и импульс сверхпроводящих частиц минус Q C на А при наличии векторов потенциала грудинного поля. Тогда плотность тока, уже пишут плотность тока, вот по той формуле, вот если вот это, значит, все, вот это взяло туда подставить, то мы получим результат, состоящий из двух членов. Вот здесь НСQ вот, значит, что получается из этой двужидкостной модели сверхпроводимости. И вот, когда мы смотрим на второй член, когда мы смотрим на второй член, мы видим, что второй вклад к рапорационарному вектору потенциала тот, как и выдвигалась в гипотезе братьев-лондон, когда они сформулились в гипотезе братьев-лондон. А впереди есть вот еще какой-то член. Ну и вот в свое время Казимиры Города ломали-ломали голову и они предположили, давайте будем считать, что вот этот первый член ноль, потому что надо считать, что импульс в сверхпроводящем состоянии частиц ноль. Под это дело подводились какие-то определенные такие слова, говорили, что это есть следствие жесткости головой функции сверхпроводящих частиц. Но сейчас с точки зрения современной физики сверхпроводимости это понятно. Электрический ток переносится куперовскими парами, где объединены два электрона с противоположным направлением и быстрым суммарный импульс куперовской пары. Поэтому, значит, сейчас-то это неудивительно, но тогда это была в каком-то смысле такая натяжка. Ну, решили, ну давайте не будем этот член учитывать, будем учитывать только второй член, когда у нас получится вот такая. что теперь остается? Ну, теперь остается пожизреть на исходное уравнение Лондона. А я напомню, что исходное уравнение Лондона оно выглядит так. плюс коэффициент по параноциональности с КА. А потом, когда мы ввели квадрат Лябда, оказывается, то есть здесь фактически надо писать минус С 4П рябда квадрат Ля. Вот если бы так мы записали уравнение Лондона, потому что поглядите, я там вводил перебразначение К, умноженное на 4П на С, я обозначил в пинус единис на рябда лябда. Ну все, теперь нам остается сравнить вот это и вот это. Отсюда выравнивая эти коэффициенты мы получаем следующий ответ. Глубина проникновения вот два глубины проникновения. Следующая величина. Ну, когда Казимир и Голотов эту вещь получили, что они естественно считали, что Ку это доврядка электрона, масса частицы это масса электрона, ну вот если запишем через электронные характеристики, это будет М электрона С квадрат 4 П Н С плотность сверхповодящих электронов на Е квадрат. А сейчас мы знаем, что переносчиками тока являются не изолированные электроны, а Куперовские пары. то есть давайте посмотрим, а что поменяется, если мы будем рассматривать Куперовские пары. Так, масса частицы Куперовской пары и масса электрона. Заряд В Е. Плотность сверхповодящих частиц, ну допустим ноль температур, значит все электроны разбились попарно, значит плотность сверхповодящих частиц равняется плотность электрона на плотность И вот давайте вот в эту исходную формулу подставим вот эти выражения, значит будет. Давайте смотрим ноль температур, квадрат проникновения по ноль температур, 2 МЕ на С квадрат 4 Пи Так, плотность частиц n пополам Так, и Пу квадрат чего у нас будет 4Е квадрат Фомула так забавно устроена средство сокращает все эти двойки «Пу квадрат» как бы вариант что изолевыванный штуку пирский квадрат Да, кстати, говорят, мне сейчас пришла мысль, я не проверял. Дело в том, что когда только-только появилась высокотемпературная сверхпроводимость, в первые месяцы было тьма гипотеза. Вот, на гипотеза была, может быть, там не Куперовский пара, а четверки. Вот четверки я пусть не подставлял. Значит, надо. Ну, если, значит, теперь вот этой формулой, то можно высказать физические соображения, когда глубина проникновения будет максимальная, когда минимальная. Как она зависит от температуры плоскоподела? Давайте погоним температуру к ТС. Значит, плотность сверхпроводящих частиц к нулю, данная квадрат L при Т, стремящемся к ТС, стремится к бесконечности. Ну, если мы посмотрим нулевую температуру, НС стремится к М, к какому-то конечному ограниченному значению, то Ль, Плотель при Т0, она минимальная, она отвечает минимуму глубины проникновения. То есть, если взять, рисовать, как зависит глубина проникновения до какого-то конкретного вещества от температуры, то она будет картинка, по-видимому, видеть, выглядит так. Давайте будем изображать индукцию. Значит, B, B это Х, как функция Х. Значит, вот, на поверхности H индукция. При нуле температуру глубина проникновения минимальная. Ну, значит, вот какая-то так вот точно будет. Вот это, значит, глубина проникновения равна L и Т равна 0. Температура увеличивается, глубина проникновения увеличивается. Ну, значит, вот эта картинка какая-то будет отвечать Т больше 0. еще больше, Т1 больше, да, Т2 больше, Т1. Ну и, наконец, когда у нас, так сказать, Т равняется ТС, то индукция, она прямая линия, глубина проникновения, бесконечность. Экспериментаторы ухитривились получить эмпирическую зависимость глубины проникновения температуры. Она выглядит таким же, законно. Вот эта эмпирическая формула экспериментальная. ВИЧ. Ну и, наконец, что еще? Давайте в завершении всего этого дела выполним оценку глубины проникновения хотя бы по порядку величины всей этой науки. Давайте возьмем формулу для нуля температур, когда глубина проникновения при температуре рамной рот будет выписываться такой формулой. ВИЧ. Масса электрона С квадрат 4π на n ВИЧ. Мелье квадрат, корень квадратный рот нато, из-за такого мобильных химических. Как теоретик, я всегда делаю одну вещь. Когда я считаю что-то в какую-то величину, я ее считаю всегда в гауссовой системе единиц грамм, сантиметр, секунды, cgse, то есть такая есть система гауссовых единиц. Ну а потом, когда получаю результат, уже перевожу там в электромантиозскую систему единиц. Ну си-си, то есть в физике редко это, в общем, не пользует, в теоретике особенно. Ну вот давайте, значит, в гауссовой системе единиц. n типичной в металлах 10,22 кубических сантиметров, скорость света 3 на 10,50 сантиметров в секунду, заряд гауссовой системы единиц 4,8 на 10,50 кубических сантиметров в секунду, масса электрона 9,1 на 10,25 кубических сантиметров. Ну не буду утомлять ваше внимание, вот если все это вот в этих единицах сюда поставите, а потом извлечете квадратный корень, получаете ответ в сантиметрах. Так ответ какой? 5,3 на 10 минус 6 сантиметров. Ну, в физике твердого тела, придется это переводить в ангстеремы часто, это 530 ангстеремы. Ну и давайте поглядим, а что известно из эксперимента. Из эксперимента известно следующие вещи. Глубина проникновения, вот на виду некоторых чистых элементов, сверхпроводников первого рода и второго рода, там глубина проникновения отличается своеобразным, она очень большая. вот давайте напишем 4 элемента, алюминий, ниобий, свинец, полома. Глубина проникновения. У алюминия 500 ангстерем, у ниобия 470, у свинца 390, у оловы 510. Ну, ребята, вот я же так полную ставил, так очень приближенно, плотно я задувал n на 10,22. Ну, там на самом деле у вас, как металлов у кого-то там, там 1,2 на 10,22 и так далее. На порядке причины прекрасно описывает. Такая остренькая теория. Так, ну чё, сделаем маленький перерыв, вот на 5, ещё почитаем. Уничтожаем. 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 TED-1 У И aronomика Меха- Кurent. От backlinks он-